Динамичная разминка Комплекс ГТО возродили сравнительно недавно, однако многие люди, имеющие желание вести активную спортивную жизнь, уже попробовали свои силы в сдаче нормативов. Это очень здорово, что этому вопросу уделяется такое огромное значение в нашей стране. Я очень рада, потому что начиная с 2014 года в нашей стране вернулись нормы сдачи ГТО. До этого ни одной десятилетии они немножко были забыты. Очень здорово, что это все возвращается. Среди сдающих ГТО много учащихся старших классов. Для них золотой значок имеет куда большее значение, чем просто почетное звание отличника физической культуры. Выпускникам такой знак отличия гарантирует пять дополнительных баллов к итогам государственных экзаменов. ГТО я пришла сдавать с целью получения дополнительных баллов на экзамене, в общем-то, как и многие здесь. Можно сдать, получить по восьми дисциплинам золото. Больше, наверное, для собственного саморазвития и для поступления в ВУЗ дают дополнительные баллы. Это неплохо. Блеснуть спортивными умениями пришел и действующий рыцарь года Николай Пак. Своему физическому развитию юноша уделяет много времени, ведь он собирается профессионально заниматься хореографией. Каждый день занимаюсь спортом. Без спорта в нашей жизни никуда. Это здоровье же наше. Самое главное – жизнь. Ирина Михалева занимается тяжелой атлетикой с детства. В этот день она пришла проверить свой уровень физической подготовки. Сейчас Ирина многодетная мать и на спорт, как раньше, уже времени нет. Однако теперь она прививает любовь к физической культуре своим детям. Мы взяли среднего, ему три года. Пока он, в принципе, ну, дома немножко занимаемся. Ну, на руках ходим, там, пытаемся приседать. Ну, еще только совсем слабенько, потому что еще организм не готов. Важность подобного праздника спорта оценила руководитель Центра тестирования ГТО Ольга Жиркова. По ее словам, для хорошей физической подготовки необходимо вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в тонусе. Каждый раз, когда кто-то пытается сказать, вот я спортсмен, все, а приходится давать нормативы ГТО, к сожалению, элементарные виды у них не получаются. Поэтому, мне кажется, та же ходьба, бег периодически, вечерами, почему бы и нет. На работу пешком ходить. Провагандируем это. По итогам тестирования каждый может получить знак отличия в соответствии с выполненными нормативами. Для этого нужно предоставить результаты, медицинскую справку о здоровье и документ, удостоверяющий личность. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ.